Всем привет! В эфире Универ Ньюз. С вами я, Валерия Муратова. Наша команда подготовила для тебя самые свежие новости из мира студенчества. Итак, сегодня в выпуске. Объявление рейтинга Times High Education. Работа ангиографического комплекса в университетской клинике КФУ. Инционеры Казани повышают свою финансовую грамотность. Рейтинговое агентство Times High Education опубликовало новый список лучших вузов развивающихся стран. Каково положение в рейтинге у Казанского федерального университета, мы расскажем в нашем сюжете. Казанский федеральный университет вошел в список 100 лучших вузов развивающихся стран по версии рейтингового агентства Times Higher Education. Всего в списке 35 российских вузов, а КФУ занял 11-ю позицию. Число вузов увеличилось. В прошлом году их было всего 27. Напомним, что в августе 2018 года на площадке Казанского федерального университета проходил саммит передовых научных исследований Times Higher Education в Евразийском регионе. Я думаю, что университет кризис имеет хорошую инфраструктуру физической. Она имеет отличная провизион в различных области академическую профессию. Поэтому это очень важная возможность для университета кризиса на уровне глобальной стены. Мы знаем, что университета 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 в России. И я думаю, что event like this мы можем построить на усилия, чтобы увеличить более уверенность, увеличить свою репутацию и увеличить его глобальный профиль, который также помогает привлечь больше таленда, больше партнерсов, и усиливать это даже дальше. Мы запустили первый евразийский рейтинг университетов «Таймс», который базируется на нашем глобальном рейтинге. Учитывая место нашей встречи в Казань, необходимо отметить, что это стратегически важный регион. Евразия меняется, объединяя в себе Запад и Восток, становятся все более важным центром геополитической активности и экономического роста. Думаю, что это очень важно, оценить университеты этого региона. Юные химики со всего Татарстана в течение двух дней демонстрировали свои знания в химии. О том, как прошел республиканский этап Всероссийской олимпиады школьников по химии в стенах Казанского университета, смотри в следующем сюжете. В Казанском федеральном университете проходит республиканский этап Всероссийской олимпиады школьников по химии. Олимпиада по химии стоит третья в списке испытаний по 21 предмету. Ежегодно мы принимаем эту олимпиаду, которая является заключительным этапом Республиканской олимпиады по химии для школьников 8 классов и этапом Всероссийской олимпиады по химии для школьников 9-11 классов. Лучшие из них потом проходят на заключительный этап Всероссийской олимпиады, который каждый год проходит в разных городах России. Участники республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии должны пройти тестовый и практический этап. Это задания не сложные, они включают в себя, как правило, эксперименты по количественному анализу различных смесей, но тем не менее это во многих школах не удается реализовать, такие эксперименты. Поэтому очень многие дети, которые приходят к нам, они впервые сталкиваются с подобными задачами. Стоит отметить, что победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии имеют одно большое преимущество. При поступлении в КФУ они получают 100 баллов по общеобразовательному предмету. Кто сможет представлять Татарстан, выяснится в течение нескольких дней, когда комиссия проверит все написанные работы. Диана Шилова, Александр Юдин, Универ Ньюс. Медицина не стоит на месте и развивается с каждым днем. Ведущие производители медицинского оборудования решили уделить особое внимание такому аппарату, как ангиограф, сделав его более совершенным. Ангиография – это основной метод диагностики поражения сосудов. В следующем сюжете вы узнаете детали работы ангиографической системы университетской клиники КФУ. В университетской клинике КФУ установлено новейшее оборудование – ангиографический комплекс, который позволит совершить прорыв в рентгенохирургических исследованиях, делать операции на новом уровне качества и безопасности. На сегодняшний день у нас находится самое новейшее оборудование – ангиографический комплекс, который только-только вышел на рынок. И мы первые в России имеем ангиографический комплекс с новой трубкой «Гигаликс». Это фирма «Сименс» представила, и у нас она впервые в России установлена. Также мы имеем аксессуары для этого ангиографического комплекса для проведения операции через лучевой доступ. В последнее время происходит активное внедрение такого метода, как лучевой доступ. Это чем хорошо для пациента? Это то, что ранняя мобилизация пациента. После операции у нас пациент после мобилизации, допустим, маточных артерий может сразу вставать и легче переносить постимуляционный синдром. Нет необходимости пациенту лежать целые сутки. То есть здесь для пациента это плюсы. Также, например, операция через лучевой доступ снижает риск осложнений места доступа, например, при пункции артерии. Это все положительно сказывается на время пребывания пациента в стационаре. Это намного короче. И также легче переносится на операцию для пациента. Ангиографический комплекс оснащен пакетом программ, которые улучшают визуализацию сосудов при сложных поражениях. У тех пациентов, которые, значит, иногда, может быть, отказываются раньше оперировать или не могли из-за того, что мы не видели каких-то поражений, например, коронарных артерий при ишемической болезни сердца. Сейчас мы можем это визуализировать и безопасно, значит, имплантировать тот же самый стенд с сужением в бляшку. Тем самым мы можем видеть, как этот стенд раскрывается и можем оптимально его позиционировать, что позволит нам, конечно же, проводить операции на новом уровне. Новая ангиографическая система также оснащена системой безопасности лучевого излучения, которая снижает нагрузку на пациента в более чем в два раза. Наш ангиографический комплект, который мы установим в университетской клинике, позволит проводить такие операции, как транскатетер на протезирование ортального клапана, эмболизация различных новообразований, то есть даже можно развивать это и в онкологии. Также позволит проводить операции на сосудах головного мозга, это нейроинтервенции, что успешно мы применяем и делаем это при инсультах, да, острых состояниях, тромбоэкстракции с головного мозга. Не секрет, что знание ключевых финансовых понятий и умение использовать их на практике дает возможность человеку грамотно управлять своими денежными средствами. Однако бурное развитие рынка финансовых услуг закономерно привело к появлению огромного количества мошенников. Как защитить себя от обмана? Ответ на этот вопрос точно знают специалисты отделения по Республике Татарстан Центрального банка России. Пенсионеры Казани повышают свою финансовую грамотность. Слушатели университета третьего возраста Казанского федерального университета проходят обучение, в программу которого включены занятия по финансовой грамотности. Для каждой группы пенсионеров специалистами отделения Национального банка по Республике Татарстан Волговятского главного управления Банка России проводятся лекции, где активные слушатели учатся распознавать и правильно реагировать на финансовое мошенничество, пользоваться современными банковскими продуктами, отличать рискованные инвестиции от защищенных государством вкладов и узнают больше о своих правах в финансовой сфере. Сегодня в отделении по Татарстану Центрального банка России у нас было завершающее занятие в рамках цикла мероприятий по финансовой грамотности для пенсионеров. Мы активно сотрудничаем с Казанским федеральным университетом и для них провели цикл мероприятий именно по финансовой грамотности. Сегодняшняя тема была посвящена финансовому мошенничеству и финансовой безопасности. На таких семинарских занятиях пенсионеры активные рассказывают о каких-то своих жизненных ситуациях, а мы пытаемся скорректировать это правильное поведение. Уроки ориентированы как на профилактику вовлечения пенсионеров в мошеннические схемы, так и на развитие компетенции использования современных финансовых услуг. Лекцию прочитали о финансовом мошенничестве и очень это будет полезно для нас. Мы довольны, конечно, посвящению. Принять участие в семинарах могут не только обучающиеся в университете третьего возраста, но и все желающие пенсионеры по предварительной записи. Организовали лекцию по финансовой грамотности. Мы очень много интересных моментов здесь услышали, которые казались нам совершенно в другом свете. То есть, ну, все очень рады. Спасибо большое вам. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универ Ньюс. А на этом наш выпуск подошел к концу. Следи за нами в социальных сетях и оставайся всегда в курсе всех новостей. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok